Потом я наткнулась в интернете на статью «Медсестра в травмцентре» с упоминанием полностью фамилии, имени и отчества. Покончила с собой. Вы, получается, в соцсетях в этом смотри, да? К сожалению, да. Это тот человек, который всегда ищет плюсы. Старается не рассказывать о проблемах, не погружать в свои проблемы каких-то посторонних людей. То есть она вот для меня всегда останется, вы знаете, жизнерадостным человеком. Это я сейчас... Она написала, что проблемы на работе, что работает на двух ставках, платят за полторы. У нее оказывалось давление. Страду руководства ее запугивали. Написала заявление на увольнение. Я была очень поражена, честно скажу, как бы не думала. Подвергалось давлению со стороны руководства. Во-первых, график. Маленький ребенок, практически не видит семью из-за работы. Она трудоголик, не из легких работ, а морально устойчива для того, чтобы выдерживать смены. То у них есть старшая медсестра, и, ну, как бы, навряд ли ей грозит какое-либо повышение. До ее смерти. Я искала медсестру, ну, себе в коллектив. Возьмете, не возьмете? Я говорю, конечно, возьмете. Вами с ногами вообще, нам какие люди нужны. С учетом ее стажа, опыта, какие-то другие организации она не рассматривает. Никуда они планируют переводиться. Ну, мы можем цепляться, конечно, к словам, да, и, соответственно, нет, мы сейчас цепляемся к словам. Может быть, вы цепляете, я не отрабатываю конкретно вопрос? Да, не могу понять, как бы, что от меня хочет адвокат, поэтому, честно, я, скажем, я, ну, я до сих пор не верю. Я могу показать разрешение видеокамеры, не позволяя читать документы даже вот на таком разрешении. Читать, не читать, мы не будем, проходите. Вот, так раз, ну, просто, либо так, чтобы не попадало, либо ниже, либо опускалось. Так, как удобно. То есть, чтобы вот документы, которые у меня находятся на столе, они у вас в поле с ним не попадают. Не попадают. Здравствуйте. Итак, вы вызваны в качестве длительного судебного заседания, как и в его отношении на учет, у меня совершили степень, то есть, на честь 11-10-го глава академия Российской Федерации, устанавливается волшебничность, назовите ваше помидорное участие дата и месть рождения. Нуковская Татьяна? Вы зарегистрированы, проживаете по этому адресу, фактически проживаете. Так, образование ваше, гражданство, место работы? ООО «Лабрум». Должность? Директор. Как еще раз организация называется? ООО «Лабрум». Лабрум, правильно? Лабрум. Лабрум. Да. Вот это дело. Так, смейное положение? Судебность имеется? Итак, личность вашего по новому по классу. Итак, расснимаем ваши права и обязанности в судебном заседании. В соответствии с судебным сервисом Федерации, не понимаем. Итак, вам ваши права и обязанности понятны? Понятно? Либо еще раз разъяснить? Не надо. Все понятно. Итак, расскажите, пожалуйста, посудимая у нас мотовичок Ольга Владимировна и потерпевший ташмотом ветер Радик Ерш-Султанович. Вам указаны лица знакомы? Только Радик. Только Радик. В связи с чем вы его знаете? Познакомилась я как раз-таки через Айжан. С Айжан мы вместе учились, получали вторую пешеходу. Давайте немножко... Пустим эти моменты, чуть-чуть позднее можете рассказать. Итак, родственниками вы являетесь указанными лицами? Нет. Непривязненные отношения имеются? Нет. Не имеется. В таком случае предупреждаю вас, что задача за это на нужные показания или за это на нужные показания свидетельствуют ответственность в соответствии со статьей 37-38 Кодекса Российской Федерации. Уголовная ответственность вам понята? Да. Вы, благодаря подойдите, пожалуйста, в документе подписку, ваше имя, имя, отчество и подпись. Благодарю. Итак, подписка свидетелей охотована. Должна, что наобъемте вам слово. Спасибо. Скажите, получается, вы с Айжаном учились вместе, да? Можете сказать, когда это было? Познакомились вы тогда же, когда учились или ранее? Да, мы познакомились с ней, я уже тогда поступила во второе высшее образование, стала получать на базе Сибирского государственного медицинского университета, и в числе студентов как раз-таки одногруппницей была Айжан. Как вам это? Так, в 2011 мы закончили, в 2008 продолжена была. Да, ну, надо было диплом посмотреть. Хорошо общались, какие у вас отношения сложились с ней? Да, мы снимали на то время с подругой квартиру, и как раз-таки, когда приезжала на сессию Айжан, она жила у нас. Вместе проживали на сессии? Да, вместе проживали на сессии. Помимо учебы общались? Получается, ну, вот между сессиями, так только в переписке, если по заданиям, по сессиям. Потом, когда уже, получается, мы закончили, через год не общались, честно признаюсь. Общались мы через нашу общую подругу Ольгу. Они близко общались, ну, как-то дружили, скажем так. Мы больше по студенческим каким-то моментам. Я знала, что она работает в травматологии на то время, она уже работала в травматологии сколько-то лет. Переехала она из Омска. Соответственно, когда у меня стал выбор перевода в Сургут на работу, я разыскала ее контакт, с ней связалась. И, собственно, я ей безумно благодарна, что она откликнулась. Она нашла мне квартиру и, соответственно, я переехала уже сюда, на работу. Комнату снимала я. В каком году? В 2015 году. В 2015 году. Получается, вы вот решили переехать в Сургут, и она могла устроиться здесь, да? Да, потому что фактически у меня больше никого не было. Я знала, что она здесь проживает, работает, и обратилась к ней с прудом. Она отозвалась, не отказала, нашла мне отличную комнату и помогла обустроиться. После этого общались? Да, я приезжала к ней в гости, где я, собственно, познакомилась с ее мужем. Какие взаимоотношения у них были с супругом? Отличные взаимоотношения. Они только взяли ипотеку, сделали ремонт. У них были большие планы. Насколько мне тогда было известно, по ремонту. И у них была машина уже, они выезжали отдыхать вместе, сами катались к морю. Для меня это было дико, потому что я не такой ездок в плане расстояний. Вот им это очень нравилось. То есть каких-то конфликтов между ними я не слышала ни разу. А это на 2015 год последующий, у них ручки не появилось, да? А я работала на тот момент, получается, я разъезжала по всему, ну, округ, как торговый представитель работала. Соответственно, у меня были постоянные командировки. Связь все время, мы там прекращали общаться. Последний раз мы с ней разговаривали, получается, уже я как-то ей позвонила. Она уходила в декрет уже, была будучи беременной. Говорила о том, что на работе, ну, там, у них же нельзя отбирать телефон. Вот она перезвонила мне тогда, я помню, когда уехала, разговаривала с ней. Сказала, что она в положении. Они очень хотели это, ну, ребенка планировали. Вот, с чем я ее поздравила. Была безумно за них рада. Вот, говорила, что ее очень сильно учит токсикоз. Ну, вот, как маломальски там, старалась работать все равно. Ну, как бы больничной не брала никогда, я так поняла. А почему? Там, как ребенок, работу свою или какие-то такие условия труда у них были? Ну, вот, судя по общению, ну, сколько мы там касались работы, я поняла, что она очень любит свою работу. Она рассказывала много случаев, когда они спасали жизнь тому или иному человеку. И ей это очень нравилось, причастность к тому, что она могла помогать. Была, ну, вот, по учебе, я могу сказать, да, очень ответственной. Всегда выполняла все в сроки. Понимала, что, ну, она трудоголик, потому что работать в травматологии операционной медсестрой, это, как бы, не из легких работа. И там нужно быть не только физически, да, но и морально устойчивым для того, чтобы выдерживать смены. Поэтому, ну, даже вот, когда мы разговаривали, я так поняла, что она, как бы, никогда не рассматривала даже возможности ухода из своей организации. Я на работу. Ну, может, возможности какого-то плашения, еще что-то? На месте, где работала, в травматологии. Ну, так как мы заканчивали, закончились второе высшее экономикоуправление здравоохранения, я один раз у нее спросила, с какой целью, собственно. Она решила пройти данное обучение, там, ну, возможности карьерного повышения. На что она сказала, что у них есть старшая медсестра, и, ну, как бы, навряд ли ей грозит какое-либо повышение. А она хотела, вам известно? Ну, тут мы уже, как бы, ну, я поняла, что возможности такой нет, какие-то другие организации она не рассматривает, соответственно. Скажите, вам известно, были какие-то у нее проблемы на работе? Получается, что накануне, буквально за месяц, мы с ней вновь возобновили общение. За месяц до чего? До ее смерти. Причем я искала медсестру, ну, себе в коллектив. Соответственно, я к ней обратилась с просьбой помочь, ну, может, рекомендация, да, какую-то там. Я понимала, что, как бы, я даже не пыталась ее пригласить, потому что понимала, что она, ну, как бы, работает терматологией, как бы, никуда не планирует переводиться. Вот. И я к ней обратилась за рекомендациями, в частности. Может ли она кого-то, ну, предложить или порекомендовать в качестве хорошего сотрудника. Вот. Она сказала, что таких знакомых у нее, к сожалению, нет. Вот. Ну, мы начали общаться по поводу работы. Она написала, что у нее проблемы на работе, на работе. Можно эту переписку, в принципе, восстановить, я думаю, что при запросе у оператора. Что проблемы на работе, что работает на двух ставках, платит за полторы. Что спросила по условиям, по вообще, что входит в обязанности медсестры у нас в организации. Вот. Я, как бы, ей перечислила, она сказала, ой, как все сложно. Я думаю, у нас все сложно. Но у нас там минимальные требования, как бы, нет такой нагрузки, нагрузки все равно, как у них. Вот. В результате она написала мне буквально... Последняя наша переписка была 20-го. Вот. Где она сообщила, что она написала заявление на увольнение. Я была очень поражена. Честно скажу. Я, как бы, не думала, что она его напишет. Вот. Где она... Ну, она сказала, что она увольняется. Вот. Стала спрашивать, ну, расскажи более подробно, как бы, возьмете или не возьмете. Я говорю, конечно, возьмете руками с ногами. Вообще, нам такие люди нужны. Ответственные, как бы, работящие. Тем более, у нас в центре был... Получается... Ну, она говорила, что ребенка надо забирать с садика. Я говорю, у нас как раз вот у нее дом. И у нас в центр. Там буквально дорогу перейти. То есть, ну, очень удобно. Можно сходить, забрать ребенка с садика. Как бы, не проблема на самом деле. Вот. Ну, и потом опять вернуться в центр, например. Ну, у нас рабочий день до 12-30. Соответственно, я говорю, вообще не проблема. Как бы, правил у меня клиентов в это время нет. Как бы, без проблем, пожалуйста. Ну, я понимала, судя по переписке, что все-таки, конечно, это не тот вариант, который она хотела бы. Почему? С учетом ее стажа, опыта. Ну, скажем, кровь брать и мазки. Ну, это как бы не то, что она делала. Не спасение жизни людей. То есть... Вы, говорит, удивились, что написало заявление на увольнение. Почему? Ну, вот то, что не та работа, получается, или... Ну, я так поняла, что... Не помню все переписки, прям дословно. Но я так поняла, что, во-первых, график. Что, ну, маленький ребенок. Ну, я ее, как мама, понимаю прекрасно, потому что это больничные будут. И, как бы, ребенку надо забрать в садик элементарно, работаю ли они с мужем по смене. Ну, то есть здесь родственников у них нет, насколько мне известно. Вот. Просто мы сами живем в таких же условиях. Соответственно, как бы, ей нужно было ребенка забирать в садика. Это график более, ну, скажем так, человеческий, да, чтобы больше проводить времени с семьей, потому что в переписке она мне как раз таки сказала, что практически не видит семью из-за работы. Получается, это вот проблема, которую я описала, которая у нее на работе сложились, да? Да, но она, не скажу, что была прям такая открытая в плане, что будет жаловаться. Она, как сказать, это тот человек, который всегда и ищет плюсы. Ну, вот, не видит, старается не рассказывать о проблемах, не погружать в свои проблемы каких-то, ну, посторонних людей. То есть она вот для меня всегда останется такой, знаете, жизнерадостным человеком. Скажите, вы говорите, 20-го числа она вам написала, это месяц-год, можно ли сказать? Ну, получается, второй год прошел. Год я прошел. Год. Можете сказать месяц и год как-то? Да я сейчас, боже себе, какой символ год. Часто с детей. 21-й получается, да. А месяц? Ноябрь. Ноябрь или октябрь, подождите. Вообще-то. Я давала показания, точно помню, точно не верю. Ну, сейчас не помню, сейчас не скажу. Скажите, получается, она согласилась работать у нас? Ну, так как она стала расспрашивать по условиям, то есть я говорю, давай я передам твой номер телефона Айгуль. Она у нас занималась подбором персонала. Вы там созвонитесь уже, и там, какие документы, ну, там, оплаты больничные, там, ну, все расскажет, в общем, по соцпакету. Вот, и ее телефон передала, получается, нашей медсестре. Она ей звонила несколько раз, сказала, я просто ушла в то время на больничный после власти нации. Она сказала, что звонила ей несколько раз, не дозвонилась. И потом, получается, спустя неделю, то есть я ей тоже звонила, я не дозвонилась. Я думала, ну, мало ли, работа. Она же сказала, что она дорабатывает неделю. Вот. Потом я наткнулась в интернете на статью, где рассказывалось, что у меня сестра в травмцентре, с упоминанием полностью фамилии моего отчества, покончила с ней. Вы, получается, в соцсетях в этом основе, да? К сожалению, да. А связались как-то с родственниками, с мужем, с мужем? Да, и потом, через некоторое время дозвонилась в Тибирадика, вот, который сообщил, что это действительно правда. Угу. Вам известно, почему она это сделала? Ну, в статье, как бы, все было более чем подробно описано. Ну, что подвергалось давлению со стороны руководства. А, ну, получается, это известно из соцсетей, да? Лично вы с ней общались по каким поводу? Она написала, что проблема на работе, но помимо этого графика, то, что она не видит семье, больше она в подробности не вдавалась. Ну, это не тот человек, который бы жаловался всем, если есть действительно моральное давление. Ну, это приличная встреча же, а так как она работала постоянно. Скажите, ну, получается, до того, как вы написали ей по поводу, что нужен был сотрудник, вы не плотно общались, да? Не так часто? Нет, не так часто. Ну, у нас своя работа, как бы, она тоже на работе, и это ковид, было очень много работы, как бы, я честно признаюсь, и я выпала вообще из своего. Ну, а известно ли вам о каких-то проблемах у нее дома, в семье, может, помимо, какие-то были у нее переживания, которые тревожили ее? Ну, я так поняла, что в семье никаких проблем не было. Вы это поняли из чего? Из переписки. То есть там она не писала, что там какие-то дома проблемы, недопонимания или что-то такое. Такого не было абсолютно. То есть было сказано только про работу, про то, что вот ребенок она забирала. Когда вы общались по поводу трудоустройства, в каком она была в состоянии? Как обычно общалась с вами или какие-то изменения заметили в ней? Ну, отвечала она с общениями, говорила, что на работе. А вы не переписывались, получается, на изменения? Да, просто переписывались, да. Мы с ней крайне редко общались, ну, по телефону именно. То мне никогда было, то она нас с ним. Вы переписывались? Да, она говорила, что у них телефонные, ну, нельзя с собой, они оставляли в комнате персонала, соответственно, перезвонила тогда, когда сможет. Ну, если не забыла, ну, и если я там не забегалась. Как вы отреагировали на новости о том, что она умерла? Честно, я, скажем, да, ну, я до сих пор не верю. Не верите почему? Ну, потому что в моем представлении это всегда человек, который улыбается. Всегда такой на позитиве, такой всегда всем готов помочь, с которым действительно интересно. То есть она не, ну, как сказать, моих воспоминаний именно осталась с таким человеком. Ну, и который постоянно на работе. Всегда. Ну, пока нет вопросов, даже честно. Пойдем к общению. Вопросы или какие-то присоединились? Нет вопросов. Вопросы? Нет вопросов. Возвращение? Есть вопрос. Татьяна Владимировна, скажите, а после случившегося вы виделись с Ташмагомлетным прадедом? Да, я попросила его отвезти на помощь. Общались? По поводу произошедшего? Да, конечно. Что он рассказал вам? Еще должно звучать. Ну, может, конкретно вопросов вы видите? Что именно вас интересует? Конкретно. Ну, о чем общались, как бы? По ситуации, ну, случившейся с Аляжаном, что он говорит. Он рассказывал о ее проблемах на руках? Ну, он сказал, да, что на нее оказывалось давление с стороны уководства. Ее запугивали. Ну, то есть то, что вот, собственно, было описано в статье. Так подождите, это было описано в статье или вам это об этом подсказал, то, что он говорит в руках? Ну, он сказал, что это действительно правда. Что давление со стороны уководства и давление на работе было действительно. Он назвал вам конкретно фамилии руководителей, То есть с чьей стороны говорит ли она то, что мы как-то это оказывали? Ну, ее непосредственный руководитель, старшая медсестра. А Миколова называл? Может, если ее называл, то я ее забыла, честно. Не держу в голове такие подробности. Ну, помните или не помните, он называл, и он молчит, скажи. Ну, я сейчас уже мы с вами. Не вспомнил. А относительно его дальнейших действий, вот после случившихся, объяснял вам что-то? Как он будет связисти, что он будет делать? Ну, да, он предложил, что будет подавать в суд. А кто-то ему в этом должен был поморять? Ну, у него юрист был. Есть. Что имели? Юриста? Которого он называл, если он был. Я не помню фамилию. Вопросов пока нет. Пожалуйста, у старого еще не снять ее вопрос? Нет, Ваша честь. Также нет вопросов. Спасибо. Спасибо. Вопросы. Благодаря. Вопросы. И все, господи? Пожалуйста. Вопросы. 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 Угрожали привлечением к уголовной ответственности, посадить на 10 лет, что после этого Айаджан с каждым днем приходил с работы все более и более подавленной. Каждый день плакала. Она написала заявление на увольнение, ей осталось отработать две недели. Последний день она плакала, не хотела идти на работу. Радик сказал, если бы я знал, что до такого дойдет, я бы ее никуда не пустил. Он тогда сказал ей, что выбора нет и надо как-то крепиться и работать эти две недели, в которых одна неделя уже почти прошла. Айаджан отвезла Сатью в садик. Его на работу и сама тоже должна была ехать на работу, но не поехал. Весь день он не мог для нее дозвониться. Вечером позвонили с садика, сказали, что Сатью никто не забрал. Он просился, забрал ребенка, приехал домой и обнаружила Айаджан. Айаджан сказал, что переживает за то, что в дальнейшем у него будут психологические проблемы. Сейчас к нему приехала его мать, которая помогает ему с ребенком, так как ему нужно работать, платить кредиты, что он стал бы сам поднимать все это, расследование и прочее, если бы не Кубанова, которая убедила его в этом. Переписка у меня не сохранилась, так как я перешла в программное обеспечение. Согласно оглашенным показаниям, следует, что Радик вам сообщал, что кто-то из руководства посадить на 10 лет и так далее и тому подобное. Но конкретно, кто, даже, как вы сейчас говорите, что старшая медсестра, но вот в протоколе запроса таких данных не содержится. В связи с чем дополнение к данному судебному сезону, я сейчас сделаю, что это была старшая медсестра, но правильно мы в этом говорим. И непосредственный руководитель кто будет? Из ваших показаний непосредственный руководитель не звучит. Вот сейчас вы говорите непосредственный руководитель. У каждого сотрудника есть свой непосредственный руководитель. Ну мы можем цепляться, конечно, к словам, да, и соответственно, нет, мы сейчас цепляемся к словам. Может быть выцепляться, я нет, я вам задаю конкретный вопрос. Вам Радик говорил, что ее непосредственно руководитель. Угрожает уголовной ответственностью, угрожает увольнению и прессинг. Угрожает уголовной ответственностью, угрожает уголовной ответственностью. Вы на момент допроса о разговоре с Радиком лучше помните? Ну конечно, год прошел. Сейчас год прошел. Я такие, знаете, подробности, если честно, не держу в голове. Вы дополняете эти подробности сейчас? Ну сейчас, естественно, я понимаю. А в связи с чем вы дополняете? Ну с пониманием уже, на спокойную голову, скажем, оценив все. Я понимаю, что у нее был непосредственный руководитель в лице старшей медсестры. То есть это ваши домыслы? Вам об этом никто не говорил? Это как... Ну как бы в любой организации есть непосредственный руководитель. Татьяна Владимировна, вам об этом кто-то говорил или вы так понимаете сами? Это так должно быть вообще в принципе в любой организации. По вашему мнению? Это ваше мнение? Что в должностной инструкции такого нет? Это ваше мнение или вам об этом кто-то говорил? Вы знаете, еще раз вопрос учить не можно? Потому что у вас сейчас немножко не понимает. Вы сейчас что от меня хотите, так скажем, чтобы я что сказала? Вам конкретно про угрозы со стороны непосредственного руководителя, про угрозу больнина, про угрозы уголовной ответственности, Ташмагамбетовы. Вам об этом кто-то говорил или это ваше мнение? Противоречит вам? Кто-то говорил или это ваше мнение свидетелем? Ну, много было информации. Давайте еще раз спокойно зададите вопрос. Вы спокойно, пожалуйста, не мучите и успокойтесь. Спокойно на этот вопрос постарайтесь ответить. Хорошо? Пожалуйста, пожалуйста. Говорил ли вам Ташмагамбетов Радик, что прессинг, угрозы уголовной ответственности, причины уголовной ответственности, угрозы увольнения исходили именно от непосредственного руководителя Ташмагамбетова? Вот тот, наверное, когда вы сомневались. Да, нет, не помню. Я не помню. Не помните. Говорили ли вам, назвал ли вам Ташмагамбетов фамилию Губанова? Ну, видимо, раз она у меня показательных есть, видимо, да. А вы знаете, кто-то Губанова? Только из новостей. Кто это? Коллега ее, с которой они вместе работали, которая была в курсе всей этой ситуации. Пожалуйста, второй момент, по вопросам. Оложите вопрос. Он просто поглостил сейчас защитник показания. Вы подтверждаете, да, ли такие показания следователю? Все правильно это написано? Ну, видимо, да. Ну что, есть ли разговор с Радиком Мюл? И он рассказывал вам о ситуации, которую выяснили? Да, потому что я часто, ну, как бы, я видела вот эту статью, и я не знала всей ситуации, потому что Айжан, к сожалению, но мне не давала таких подробностей. И у меня не было, как сказать, поводов не верить ради. Не, ну, я просто не имею в виду, что подтверждаете или не подтверждают? Не только этот вопрос. Ну, если я это указала, соответственно, да, было. Вы это говорили следователю? Да, ну, я не отказываюсь от своих слов, поэтому просто не могу понять, как бы, что от меня хочет адвокат, поэтому, что он пытается из меня... Хоть, я пишу, пожалуйста, вопрос, вот этот вопрос. Представит вам? Да, Татьяна Владимировна, скажите, а вот как-то противоречила эта информация, которую вам Радик сообщил, то и краткая информация, которую вам писала Айжан, о том, что она хочет уволиться и так далее? Нет, он просто ее дополнил. Нет вопросов. Процедуем. Нет вопросов. Изначально, нет вопросов. Благодаря, я просто по поводу непосредственно руководителя поясню. Нет, ну, что-то уже... Итак, Сомин, пожалуйста. Вы хотите еще что-то пояснить? Нет, просто вопросов-то нет. Давайте так, мы вас, в принципе, можем уже освободить. Если вы желаете еще что-то пояснить, можете пояснить ее, пожалуйста. Нет, чтобы не бредить. Вы можете либо остаться в зале судебного заседания, либо покинуться в судебное заседание. Что вы выбираете? Я, наверное, знаете, каким... Буквально тогда минутку еще, пожалуйста, вы слышали. Мне уже знаю, что обсудите покинуться в судебном заседании. Нет возражений. Нет возражений. Вот, это или как суд, что-то не не сравнивало, что я поднимусь в судебное заседание. Спасибо, что ехали за заседание. Итак, председательное место, у вас слово? Ну, у нас сегодняшний день больше... То есть, если мне прошло, когда я отложусь в судебное заседание, я вызову на судебное следующее. Судебное заседание. Миния страны, протекающие и не возражают. Представитель? Для шоу? Под судимая. Для жены. Защитника? Для жены. Слово, то есть, как суд, что-то не из-за богатника, где мы поднимем, что это заседание было найдено на более поздних этапах. Куда тебе? Да, 16 мая. 14. 16. 14. Итак, в таком случае, отпадают в судебное заседание. 16. 14. 14. Судебное заседание в соответствии с драконами. А сегодня в судебное заседание в бюджетном секретаре. Всем спасибо за себя. 15. 15. До свидания. 17. не знаю давай держись тяжело сегодня доедешь? что получится то есть к нам можно